Уважаемый господин президент, дамы и господа, добрый день. Рады приветствовать в Москве президента Монголии. После вступления в должность главы государства, господин президент свой первый зарубежный визит совершает именно в нашу страну. И это, конечно, говорит о том важном значении, которое в Монголии придают развитию добрососедских связей с Россией. И мы, разумеется, также заинтересованы в тесном партнёрстве с монгольскими друзьями. Взаимовыгодное сотрудничество двух государств имеет давнюю историю. В нынешнем году отметили столетие установления официальных дипломатических отношений. Напомню, что наша страна первой признала независимость монгольского государства. С тех пор российско-монгольское взаимодействие крепло, расширялось, выстраивалось на принципах уважения, учёта интересов друг друга. Российские и монгольские народы хранят память о боевом братстве. Господин президент сегодня упоминал об этом. Закреплённое в боях на реке Холхенгол и в период Второй мировой войны. Сегодняшние переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе. Мы с господином президентом приняли совместную политическую декларацию. Она идёт в развитие подписанного в 2019 году договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. И главное, в декларации поставлены чёткие ориентиры дальнейшего углубления двухсторонних связей по различным направлениям взаимодействия. Помимо этого, сторонами подготовлен и будет подписан в ходе визита целый ряд межправительственных и межведомственных документов, охватывающих многие сферы нашего взаимодействия, сотрудничества, в том числе экономику и торговлю. Россия – один из крупнейших внешнеторговых партнёров в Монголии. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, по итогам первых девяти месяцев взаимный товарооборот вырос на 24%. Эффективно работает Российско-Монгольская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На её очередном заседании, состоявшемся в ноябре в Улан-Баторе, определены новые конкретные планы взаимодействия в таких областях, как инфраструктура, горнорунная промышленность, энергетика, сельское хозяйство, цифровые технологии. Флагманским и весьма успешным совместным коммерческим проектом является предприятие «Улан-Баторская железная дорога». За минувшее десятилетие ежегодный двусторонний грузооборот по этой магистрали вырос вдвое – с 15 до 30 миллионов тонн. В последние годы при поддержке России проделана большая работа по модернизации и расширению железнодорожных путей, укреплению финансовой стабильности Улан-Баторской железной дороги. В частности, налажена своевременная индексация тарифов на перевозки, составлен план урегулирования задолженности по кредитам 90-х годов, решён ряд застарелых вопросов с земельными участками. Рассчитываем, что все эти меры сделают железнодорожные перевозки через Монголию ещё более привлекательными и выгодными. Подробно рассмотрели господином Хролосоком тематику взаимодействия в энергетической области. Россия является надёжным поставщиком энергоносителей в Монголию, обеспечивая около 80% потребности страны в нефтепродуктах. Российские энергокомпании заинтересованы работать на внутреннем монгольском рынке горюче-смазочных материалов и расширять своё присутствие. В частности, Роснефть в стоящее время проходит регистрацию в качестве оператора топливно-заправочного комплекса нового международного аэропорта в Улан-Баторе. В практической проработке проект строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китае. Работа двигается и двигается успешно. Он может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири-2». Уже определены оптимальный маршрут, протяжённость и другие параметры. Готовится технико-экономическое обоснование. Я думаю, что оно будет готово вообще в ближайшие недели. Солидный опыт сотрудничества накоплен в области электроэнергетики. В прошлом году наши компании «Ротек» и «Уральский трубинный завод» успешно завершили модернизацию теплоэлектростанции ТЭЦ-4 в Улан-Баторе. Это позволило увеличить мощность национальной энергосистемы Монголии сразу на 15%. Рассматривается и другой совместный проект по модернизации ТЭЦ-3. Хорошие перспективы открываются для кооперации в ядерной энергетике. По линии Росатома прорабатывается возможность строительства в Монголии центра ядерной науки, который займётся исследованиями в сфере мирного атома в интересах самых разных секторов монгольской экономики, включая промышленность, медицину, сельское хозяйство. Россия и Монголия и далее намерены, сообща, заниматься важными проектами природоохранной области. Мы сегодня много об этом говорили с господином президентом. В частности, будем взаимодействовать по сохранению трансграничных рек, в том числе Селинги и Ульдзы, которые формируют уникальные экосистемы озера Байкал и Тарейских озёр, являющихся всемирным наследием ЮНЕСКО. Хотел бы особо подчеркнуть, что Россия и Монголия по-партнёрски сотрудничают в борьбе с коронавирусной инфекцией. Налажены поставки нашей вакцины «Спутник Ви», а также тест-системы для выявления COVID-19. Кроме того, в Монголии действуют две российские мобильные лаборатории по выявлению опасных инфекций. В ходе переговоров затрагивалась тематика гуманитарного сотрудничества. Условились интенсифицировать научные, культурные, спортивные обмены, продолжить практику регулярного проведения Дней российско-монгольской дружбы и Дней культуры. Россия оказывает помощь в подготовке высококвалифицированных кадров для всех отраслей монгольской экономики. Монгольским гражданам в год выделяется 500 бюджетных мест в наших вузах. Удовлетворены, что в Монголии хорошо отлажена система изучения русского языка. Хотел бы отметить, что Россия и Монголия успешно сотрудничают в вопросах обороны и безопасности. Укрепляются контакты по линии силовых ведомств. На регулярной основе проводятся совместные военные учения. В частности, в рамках ежегодных манёвров селинга сообща отрабатываются тактические приёмы борьбы против незаконных вооружённых формирований. Позиция России и Монголии по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или очень близки. Наша страна хорошо координирует свои действия на площадках Организации объединённых наций. Изучается возможность подключения монгольских партнёров к интеграционным процессам в Евразийском экономическом союзе. Сформирована совместная исследовательская группа, которая прорабатывает целесообразность создания зоны свободной торговли между Монголией и Евразией. Уважаемые дамы и господа, визит президента Монголии продолжается. У него большая программа встречи с председателем правительства России, главами обеих палат Федерального собрания, Совете безопасности России. С учётом этого можно выразить уверенность, что визит господина Курал-Сука будет успешным и, без всякого сомнения, результативным. Мы сейчас проговорили практически по всем аспектам нашего взаимодействия. Уверен, что будут достигнуты такие договорённости, которые приведут к дальнейшему всестороннему развитию российско-монгольского партнёрства. И ещё раз хочу поблагодарить господина Президента за то, что он свой первый государственный визит совершил именно в Российскую Федерацию. Благодарю вас. Спасибо, Владимир Владимирович. Рад, что осуществляя свой первый зарубежный визит в Российскую Федерацию, он организован в рамках празднования столетия восстановления дипломатических отношений между Монголией и Россией. Этот визит имеет историческое значение. В ходе переговоров мы с Владимиром Владимировичем подвели итоги развития отношений в минувшее столетие, подробно обменялись мнениями о дальнейших целях и направлениях сотрудничества и относительно крупнейших совместных проектов, а также определили ли перспективы взаимодействия на следующее столетие. Оба лидера с гордостью отметили нашу добрую традицию взаимопомощи между народами Монголии и России, сформированную в годы борьбы за свободу, независимость, в годы Великой Отечественной войны и мирного строительства, а также выразили намерение развивать политический диалог в соответствии с принципами равноправия и уважения территориальной ценностей и норм международного права. Тесное и дружественное сотрудничество на протяжении ста лет – это редкий исторический прецедент. Наши отношения – это образцовые традиционные исторические отношения. В ходе визита Владимира Владимировича в Монголию в 2019 году на бессрочной основе был подписан договор о дружественных отношениях и всеобъящем стратегическом партнерстве. Оба лидера подтвердили, что он стал основой для обогащения комплексного стратегического партнерства, новым содержанием и его интенсивного развития. У нас имеются возможности по развитию сотрудничества в сферах энергетики, поставок горюче-смазочных материалов, природного газа, дорожно-транспортной отрасли, связи, инфраструктуры, сельского хозяйства, природоохраны и других отраслей торгово-экономического сотрудничества. Считаем, что необходимо существенно расширить рамки торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, вывести его на новый уровень. В ходе визита наша страна выразила желание активно развивать взаимовыгодное сотрудничество и пригласили российских партнеров к участию в инфраструктурных, железнодорожных, энергетических и других проектах. Обменялись мнениями по вопросам модернизации КПП на нашей госгранице, повышение их пропускной способности, создание трансграничной зоны двухстороннего сотрудничества. Наберено активно сотрудничать в реализации проекта «Создание экономического коридора» «Монголия, Россия и Китая», удовлетворенный в 2016 году, а также удовлетворены успешным ходом реализации трехстороннего проекта сотрудничества газопровода из России в Китай через территорию Монголии. В целях развития транспортных маршрутов между Азией и Европой, а также реализации национальной цели Монголии, транзит Монголия обменялись мнениями об активизации сотрудничества в направлении повышения экономической эффективности совместного монгольско-российского общества «Уламбаторская железная дорога», обновление ее инфраструктуры и создание основных новых железнодорожных авто и энергетических коридоров. У наших двух стран добрая традиция сотрудничества в гуманитарной сфере, в областях культуры, образования и науки. Благодарны за решение об увеличении количества правительственных стипендий Российской Федерации для монгольских студентов. Наши страны тесно сотрудничать в рамках региональных механизмов и международных организаций. Подтвердили намерение координировать усилия в ООН, АСЕМ, ШОС. Поддерживаем инициативу Большого юридического партнерства, выдвинутую господином президентом Путиным. Готовы сотрудничать в целях реализации совместных проектов по развитию торгово-экономического и инфраструктурного взаимодействия. В ходе визита по приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина утвердили совместную декларацию по случаю столетия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией, а также были подписаны важные документы по сотрудничеству в сфере функционирования контрольно-пропортных пунктов, таможней, а также в областях интеллектуальной собственности, образования и культуры. Идут вперёд, несмотря на пандемию, наши отношения. Выступаем за скорейшее преодоление пандемии, восстановление двухсотрудников сотрудничества и вывода его на новый уровень. Доволен результатами моего визита от имени монгольского народа. Хочу выразить вам, Владимир Владимирович, и нашему вечному соседу, великому русскому народу, благодарность за усилия по продвижению традиционно-дружественного двустороннего взаимодействия. И пожелать всего наилучшего. Спасибо вам.